всем привет меня зовут ариша я сегодня хочу с вами поделиться своими планами книжными планами на двадцать четвертый год я уже снимала как-то подобное видео на канал тогда я составляла список книг на лето и если говорить откровенно то по большей части эти планы полетели в тартарары хотя на самом деле я тот человек который любит все планировать писать списки ввести всевозможные блокноты планеры ежедневники но что касается именно книжных планов то здесь все не так однозначно все таки к литературе к выбору книг чтению я подхожу больше по настроению думаю как и многие но при этом я не отчаиваюсь и все-таки решила продумать для себя какой-то общий план которого бы я придерживалась и в этом видео я хочу вам показать не сколько книги которые у меня сбежались на полочках а такие действительно имеются и об этом мы поговорим ближе к концу видео но также я хочу с вами поделиться своими идеями контент-планами на этот год вы не волнуйтесь там тоже будут звучать конкретные произведения и единственное что это возможно еще такой приблизительный список и возможно что-то может поменяться возможно даже что-то вы мне посоветуете взять ну так вот давайте ближе к сути в этом году у меня есть такой глобальный план снять серию видео посвященных мировой литературе что я под этим подразумеваю я хочу прочитать несколько произведений у французских немецких итальянских и японских автор по крайней мере именно в этом году сфокусироваться на этой литературе как я это вижу это точно будет одна книга одно видео я еще пока думаю как лучше сделать закончить допустим например только с французской литературы и потом переходить к следующей или это как-то миксовать между собой но в целом надо еще подумать как это лучше реализовать и подумать определенно подумать на название и так переходим ближе к делу что касается французов у меня здесь такой небольшой списочек и я в основном брала тех авторов у которых я еще ничего не читала единственное исключение это бальзак я у него читала в основном его сборники рассказов и у меня с его творчеством такие знаете странные отношения похожи на эмоциональные качели я иногда в восторге а иногда что-то меня смущает но в данном случае мой выбор пал на один его самых мистических романов и я уверена что это будет стопроцентное попадание потому что сюжет который там будет тематика которая там поднимается я такое люблю это наверное знаете один из моих любимых сюжетов литературе и в искусстве в целом и если посмотреть на мои планы на этот год то такой литературы будет еще много в общем это шагриневая кожа далее идет стендаль и его пармский монастырь или пармский обитель по моему в разных переводах он звучит по-разному у меня есть книжечка на полках я решила совместить приятное с полезным по поводу сюжета помню только то что там есть молодой человек который в силу определенных обстоятельств вынужден отправиться в названный монастырь и там он встречает и соответственно влюбляется в молодую девушку собственно это все что я знаю про эту книгу далее идет эмиль золя когда я просматривала его творчество меня привлекало наверно каждая вторая аннотация носу выбор я остановила как мне кажется на очень таком интригующем произведение это человек-зверь я надеюсь что там будет очень много психологизма суть заключается в том что там молодой человек который работает на железнодорожной станции он одержим некой женщины причем его мысли они граничны где-то с тем чтобы ей овладеть или убить ее то есть понимаете да здесь наверное даже лучше без комментариев просто почитаем посмотрим далее идет анатолий франц для меня это совершенно новое имя правда не слышала а даже если слышала то возможно не фокусировала свое внимание в общем у него меня привлек роман по моему это полноценный роман восстание ангелов там речь пойдет про то как падшие ангелы захватили небеса и если я правильно поняла то это своего рода аллюзия на францию в период третьей республики мы это проходили в универе но это было давно я смутно что помню поэтому особо умничать не буду далее я внесла сюда еще два имени это фридерик солье но такая небольшая затравочка о нем речь пойдет чуть позже и еще здесь у меня марис дрион у меня на полках опять же есть его цикл о проклятых королях и это тот цикл которому я очень хочу поступиться правда потому что я слышала только положительные отзывы и причем люди которые это говорили они говорили про эти книги настолько сочно плюс я уверена что мне понравится его слух мне понравится его сюжет и я в целом люблю когда история развивается историческом контексте и также это все связано с реальными историческими личностями меня хлебом не кормить дайте мне побольше таких историй так переходим к немецкой литературе а здесь у меня герман гессе и его сид харта у гессе на самом деле есть опять же множество произведений которые меня бы интересовали например гире труда недавно прочитала рецензию которая писала даша она ведет телеграм-канал слова за словом меня привлекло но все-таки остановил свой выбор на сид харте потому что тема востока это это любовь дальше у меня здесь стефан свейк он хоть и австрийц но его относят к немецким авторам поэтому внесла в этот список у меня опять же на полочках есть две его книги это полноценный роман и терпение сердца и сборник рассказов или новелл 24 часа и жизнь женщины возьмем что-то из этого далее томас манн опять же автору который у меня интересует слишком много произведений но я остановила свой выбор на кто не догадается в общем я не мастер интриг это доктор фаустус но я думаю здесь в принципе без комментариев дальше идет тадора мотай кофман и его эликсиры сатаны и в новом переводе по моему есть эликсиры дьявола хочу кстати книгу купить именно в новом переводе там она с комментариями и она вышла в серии магистраль меня в последнее время в целом эта серия магистраль очень сильно привлекает я на нее постоянно заглядываюсь потому что во первых я люблю такие мягкие полумягкие обложки с этими книгами удобно работать плюс у них сами обложки они такие очень минималистичные классные просто классные думаю что стоит собрать тоже свою маленькую коллекцию на определенные книги допустим еще в этой серии я очень хочу купить марию карелли и скорбь сатаны и так далее у меня здесь ганс эверс альраоне у меня книга опять же это есть на полочке мне и подарила аня на день рождения там что-то очень странно мистическое о женщине больше наверно даже сказать ничего я не смогу далее у меня тут генрих пиоль опять же для меня нового автора я точно на него натыкалась но опять же свое внимание на его творчестве на нем самом не фокусировала остановилась на романе групповой портрет с дамой и если я не ошибаюсь то по моему это самое позднее произведение из ныне представленных это ну вот именно по крайней мере в немецкой литературе это 70-е года двадцатого века и там очень любопытная композиция история о женщине о которой мы узнаем только по словам ее друзей и родственников там любимых знакомых и врагов и мне это в какой-то степени немного отдаленно напомнила голосуорси сагу о форсайтах а именно ирена потому что мы ее видим только глазами участников тех событий так с немцами мы закончили переходим к итальянцам у меня этот список не такой большой на самом деле и возможно сюда можно было бы внести берта эко но опять же об этом чуть больше и так у меня есть дина бутсати его загадка старого леса книга есть на полках подарила мне ее уже саша и это своего рода притча о взаимоотношениях человека и природы далее итала кальвина если однажды зимней ночью путник я даже не знаю чем я руководствовалась когда выбирала эту книгу я даже не помню почему я ее выбрала но мне кажется что это будет что-то очень непонятное и возможно сложное к тому же нюанс заключается в том что эту книгу сейчас не найти в печатном варианте я пыталась искала находила на авито там какая-то сумасшедшая цена поэтому нет это плохая идея мы будем читать ее в электронном не очень люблю я это дело но куда деваться я тут даже у папы узнавала о судьбе моей старой электронной книжки но к сожалению она уже отправилась в лучший мир я даже просматривала потом предложение в магазинах в основном вам видео это какие-то прям сумасшедшие цены на электронные книги поэтому пока наверное не буду покупать к тому же нас с артемом на этот год в принципе такие глобальные опять же планами на другие события поэтому да хотя я объективно понимаю что я книг от бумажных но куплю на гораздо большую сумму чем стоит электронная книга вы наверное сейчас слышите шорох это мадара играет с пакетом я не буду вставать я просто сделаю грозные волосы ты прекратишь трогать пакет да да это же вырезать не буду в общем немного пожаловалась вам про электронную книгу пойдем дальше дальше у меня здесь бокача его декамерон мне кажется что я наконец-то доросла до этой книги и ее время пришло и еще у меня здесь есть последняя книга и на самом деле она у меня под вопрос я натолкнулась на рецензию я на самом деле рецензии обычно даже если читают то я на них не ориентируюсь я люблю все-таки составлять свое собственное мнение о книгах по большей части особенно когда это негативные рецензии потому что было уже несколько раз что рецензии негативные на какое-то произведение но я его читаю и мне она нравится я в нем нахожу что-то что меня цепляет но касательно именно этого автора и этого романа что-то было в той рецензии что меня смутил поэтому я еще пока в раздумьях и если вы читали этот роман я сейчас его назову то вы обязательно пишите и скажите стоит ли она того или нет это александр барико его шок я так понимаю что это роман любви любовный роман поэтому вот в каких-то и немного смятениях и наверное мы перейдем к самому интересному это японская литература здесь у меня кто при носке а кутагава давно хочу его почитать к тому же вы сейчас печатают серии эксклюзивная классика различные сборники его рассказов и я обратила внимание на мадонну в черном честно признаться куплю именно этот сборник потому что мне понравилось название дальше у меня здесь арисима такая женщина я даже не знаю как правильно рассказать об этой книге речь пройдет собственно про жизнь судьбу ошибки и расплату от некоторых поступков этой женщины как-то более подробно я даже не знаю что сказать про этот роман единственно что я видела аннотацию где героиню сравнивают с анной карениной которую к слову я не читала поэтому как-то прокомментировать что-то сказать я не могу далее у меня здесь сейси на гон записки в изголовье это знаете такие очерки бытовой даже наверное придворной жизни мне кажется это будет любопытно и возможно даже забавно далее сайкаку и хара под сенью сакуру опять же это сборник рассказов на разные тематики на бытовые любовная тема конечно же здесь будет что-то фэнтезийно волшебное что я люблю собственно здесь я надеюсь получить ту вот японскую поэтичную красоту в литературе и последняя книга в списке это наган карту соперницы там речь пройдет про гейш собственно вот такие вот у меня именно планы на мировую литературу и давайте перейдем к другим контент плана такого более минимального характера скажем так я в этом году в целом хочу больше внимания уделять классики как в зарубежной так и русской и собственно в связи с этим хочу снять неделю чтения русской классики я уже тоже отобрала себя несколько произведений они кстати небольшие по объему поэтому для недели идеально подойдут кто у меня здесь это лесков леди макбет мансенского уезда возможно что моё подсознание говорит о том что я готова чтению трагедии шекспира далее пушкин пиковая дама пушкина школьные годы очень любила дубровский капитанская дочка обожала пиковую даму не читала знаю только то что там речь пойдет про карточные игры и я очень надеюсь правда надеюсь что там будет хоть какая-то доля мистики так далее у меня здесь дворянское гнездо тургенева тургенева тоже последний раз читала школьные годы и если честно я целым его смутно помню как-то он мне не запомнился единственное вот яркое такое воспоминание это то как я дуриком ревела на двуму когда читала дома потом это обсуждали в классе то есть я поняла для меня такие литературные нет это вот такие печальные трогательное произведение братьев наших меньших я даже наверное никогда не буду читать как же называется черный бим белое ухо не буду не буду я просто-напросто не смогу в общем дворянское гнездо почему брала именно этот роман не знаю мне понравилась такая мини лицензия который я увидела на обложке там было сказано что это очень поэтичная красивая печальная история любви вот захотелось и я безумно хочу перечитать поэму демон лермонтова это моя любимая поэма в литературе я помню как я и зачитывалась как я учила ее наизусть и даже есть песня на эти стихи обязательно ссылочку оставлю внизу на яндекс музыку и просто напишу название и исполнителя необыкновенно сильная премикновенная песня советую послушать я до сих пор слушаю так это то что касается недели чтения русской классики помимо этого я хочу попробовать снять два формата которые ранее я не пробовала я их даже немного побаивалась но мне очень нравится смотреть их у других это 24 часа чтения причем хочу попробовать двух вариантах это по таймеру и без сна понимаю что сложно возможно даже бессмысленно вот просто хочу попробовать и три на три но сразу скажу что это придется ждать либо отпуска либо каких-то длительных выходных также мне как наверное вы поняли если вы постоянный зритель моего канала мне очень полюбился формат try chapter так я постоянно его снимаю и в этот раз я хочу снять этот же формат только уже с книгами категории non-fiction у меня на книжных стеллажах очень много подобных книг на разные тематики и мне кажется что это будет интересно по крайней мере когда я снимала свои книжные полки именно с коллекции non-fiction там люди писали очень много комментариев о том что у меня такая необычная нестандартная коллекция и было бы интересней подробнее про нее как-то послушать в общем вот это оно возможно даже что я отберу некоторые книги и мы с вами вместе выберем в телеграм-канале там голосование что будем читать в этом try chapter так новым fiction но остальные форматы у меня были есть вот единственное что в этом году я хочу себя приучить снимать прочитанное отдельным видео для меня это немножечко тяжеловато и кстати я вам должна снять и рассказать о прочитанном января я это сделаю обязательно я просто поймала себя на мысли что мне в целом тяжело готовиться к разговорным видео мне проще находиться где-то в логовом форматов желательно где-то за кадром но буду буду себя переучивать собственно это то что касается вот таких вот контент-планов а теперь мы с вами сменим ракурс и я вам покажу конкретные дни которые ждут меня на книжных полочках если что давайте сделаем перерыв вы себе что-нибудь налейте чай кофе возможно газировку я себя стараюсь сейчас ограничивать поэтому предлагаю ее другим у меня здесь тоже чаек наверное он уже остыл в общем сейчас мы с вами увидимся и так вот книги которые у меня завалялись завалялись на полочках и которым я хочу подступиться в двадцать четвертом году это мберто эко правда уже не художественное произведение а собрание его очерков и публицистических статей работ в общем это о зеркалах и другие истории две книги которые по большей части посвящены искусству поэтому да собственно я недавно у это читала роман имя розы если кратко то мне безумно понравилось об этом я уже расскажу в прочитанном февраля но сразу скажу что эко это тот автор которому я несомненно буду возвращаться он действительно был очень умным мужчиной разносторонним интеллектуальным широким кругозором и таких авторов интересно читать вот хочу попробовать что-то из этого возможно подчеркну какие-то умные новые мысли но по поводу того что я говорил про итальянцев я наверное хочу купить что-то из его художественных произведений я вот смотрю на маятник фуко или фуко надо посмотреть правда не знаю далее идут здесь две книги они в общем-то одной цветовой гаммы и можно сказать что они одной тематики это фредерик сулье и чарльз роберт митюрин мельмодский талец и мемуары дьявола это знаете своего рода такая дьяволиада где мы сталкиваемся с дьяволом когда человек силу определенных обстоятельств заключает с ним сделку и мы будем наблюдать как это решение влияет на его дальнейшую жизнь мне нравится подобная тематика в литературе в искусстве я повторюсь уже говорила в самом начале видео и здесь я уверена будет что-то невероятное если честно я изначально боялась поступаться к этим романом из-за их серьезности и возможно немного из языка хотя на самом деле я обожаю сложные витиеватые предложения а после того как я прочитала имя розы мне уже особо ничего не страшно так что будем пробовать обожаю в общем произведение где раскрываются человеческие пороки и опять же мне кажется эти истории они полны психологизма и знаете такого вот готического и мистического мне такое нравится на самом деле книг которые я хотела бы взять книжные планы намного больше но я просто боюсь это произносить потому что знаю что скорее всего это все придет в татаро поэтому если что буду говорить вам по ходу я допустим сейчас очень сильно заглядываюсь на как же она называется там книга антаровой господи я представляете я забыла хочу книгу забыл как она называется но это вот мистический роман две жизни по моему в общем думаю стоит ли ее заказывать в подарочном знаме или все-таки начать с обычного в общем это все что я хотела вам рассказать в этом видео спасибо что провели это время со мной обязательно делитесь своими книжными планами возможно я у вас что-то подгляжу ну или другие подглядят что-то у вас спасибо увидимся с вами следующих видео пока пока